нам осталось три вопроса а эти три вопроса я хочу изложить вот сегодня и в следующий раз и следующий раз будет последнее причем если я даже какие-то мелочи в следующий раз не успею то это будет в конспекте поэтому я думаю в любом случае на следующий раз закончить а значит конечная марковская цепь нас конечная однородная значит марковская цепь значит в x в конечном x и договорились что существует то есть такая что когда к ней применяется матрица перехода то мера не меняется это значит что если процесс начался с начальным распределением и то в последующие времена значит распределение процесса не меняется значит но я напомню откуда это взялось значит это очень просто симплекс всех значит вероятностных мер на этом множестве это просто конечно мерный выпуклый многогранник матрица п отображает его в себя и тут можно воспользоваться общей теоремой а неподвижные точки или можно использовать список того что это линейное отображение так что это факт несложный но вот немножко более сложный факт значит теорема теорема значит пусть при некотором при некотором n1 все элементы матрицы вот значит перехода за n шагов положительной тогда инвариантная вероятностная мера мю цепи единственное и для всякого начального распределения значит распределение ну давайте как у меня в конспекте пи 0 пи 0 меры пи 0 пи 0 значит распределение за n шагов сходятся сходятся к мю причем причем это мю положительно на всех точках ну в каком смысле меры сходятся ну тут множество конечно поэтому сходимость мер любая разумная сходимость это одно и то же будет ну например они сходятся на каждой точке из этого или можно считать что тогда что по вариации они сходятся а значит в общем случае есть аналогичная теорема в общем случае она не конечно несколько технически сложнее формулируется потому что там вместо перед матрицы перехода там оператор перехода и там нужны некие дополнительные условия там заменяющие вот эту положительность так но там в общей теореме когда это все на бесконечном там множество ну скажем на компакте каком-то вместо конечного множества то там сходимость мер слабая будет но здесь значит можно особенно так сказать об этом не беспокоиться какая сходимость все виды сходимости одинаковые ну например можно считать вот что на каждый теперь почему чем эта теорема отличается от предыдущей она отличается значит двумя вещами что во первых в предыдущей много может быть инвариантных мер а здесь одна и понятно что вот это без этого условия положительности элементов конечно неверно что она одна например если матрица очень простая если матрица перехода просто единичная матрица так то да все меры будут инвариантными и никакой сходимости одной инвариантной не будет а можно устроить более сложные примеры когда инвариантных инвариантная мер не не одна но не все инвариантные так что вот это условие важно я бы после сделаю замечание показывающие что на самом деле это условие и необходимо для того чтобы заключение было верным значит доказательство такое ну я бы сказал элегантное упражнение по линейной алгебре вот можно вспомнить молодость линейную алгебру там какие то значит такие вот инвариантные вещи с матрицами значит доказательство вот какое ну для упрощение для упрощение считаем что уже у самой первой матрицы в момент 1 уже у нее значит все элементы положительные это вообще говоря не всегда так может случиться что у матрицы есть нулевые элементы но вы ее возвели в квадрат и нулевые элементы исчезли вообще когда вы возводите в квадрат матрицу у которой элементы положительные то очевидно что будут положительные у которой не отрицательные они конечно будут не отрицательные но общая тенденция когда вы перемножаете матрица общая тенденция что уменьшается число нулей потому что для того чтобы значит смотрите из-за чего из-за чего у произведения матриц может появиться ноль значит матрица с неотрицательными элементами как появляется элемент произведения там с какими-то индексами вы умножаете там строку на столбец скалярно но но если вы строку умножаете скалярно на столбец и при этом элементы не отрицательные то 0 может получиться только если у вас и строка и столбец значит далее вот ну вот ну вот такие вот значит как-то них так попали значит вот элементы строки столбца что там где у одной 0 и то есть там где у одной не нули у другого там нули вот что не так друг друга изничтожают только только так а А если у вас вообще нулей было мало в исходной матрице, то с большой вероятностью уже у квадрата будет все положительно. Но мы для упрощения, просто это не очень существенное предположение, но упрощение в смысле обозначения существенное, поэтому считаем, что исходная матрица имеет положительные элементы. Значит, берем фиксированную, инвариантную вероятностную меру μ. Ну и потом мы увидим, что другой и нет, так что уже задним числом понятно, что надо начинать с какой угодно. Значит, берем вот такую вот матрицу. Значит, эта матрица, значит, все строки, все строки совпадают, совпадают с μ. То есть, мы вот такую, значит, μ приписывала точкам какие-то неотрицательные значения. Так, и в сумме давала, значит, по строке давала единицу. Значит, так, и вот мы эту одну строку повторяем m раз. Вот такая вот очень, значит, m такая очень вырожденная матрица получается. Вот теперь, значит, это с помощью этой матрицы мы устраиваем, значит, очень изящный финт, такой чисто матричный. Тут уже будет неважно, что там, это какие-то меры, какие-то там цепи, просто сейчас будет такое чисто матричное упражнение. Такого сорта, вот как обычно на олимпиадах студенческих предлагают. Кстати, значит, пользуясь моментом, сообщу, что 20 мая на Мехмате будет, значит, традиционная мехматская олимпиада. Значит, это суббота, значит, суббота в 3 часа, на которую, значит, приезжает там народ из других, значит, так сказать, топовых мест. Ну вот, с Фистеха, с Вышки, значит, со Смирновского факультета из Питера. Ну и там, значит, спонсоры, значит, некие призы даже выделяют. Значит, я вот Роману Карачеву сообщил об этом, он тут обобщал по своим каналам, значит, в виде фистехов распространить. Но, как он мне сказал, почему-то принято онлайн эту, ну, это они начали с карантина это все, но так и не вышли. Из карантина и проводят свою олимпиаду онлайн. Ну, мне это всегда было непонятно, потому что я не могу себе представить, как можно на онлайн-олимпиаде, так сказать, хоть как-то контролировать там самостоятельность или некомандность решения задач. Вот, ну, в общем, так сказать, как говорится, как тут мы люди немедленно, как тут принято, так и принято. Но на Мехмате, значит, конечно же, очная олимпиада. А когда был жесткий карантин, то мы предпочли ее просто не проводить, чем, значит, проводить онлайн. Да, так вот, значит, это было отступление, значит, потому что вот эту штуку точно можно было бы дать как задачу на олимпиаду. Ну, в принципе, даже риск небольшой, потому что вот, ну, тут, так сказать, мало кто слышит, как ее решать, так. Значит, поэтому, может быть, даже и мало кто будет знать, а тем, кто слышит, вот, бонус. Но, ну, это, это так, это если совсем у нас задач не будет, то вот такие будем давать. Да, так вот, значит, смотрите, значит, для нее, значит, для нее вот такое соотношение. Ну, естественно, ради этого эту меру придумали. То есть, значит, значит, это специально матрица так подобрана, так, чтобы она переводила всякую вероятностную меру вот в эту данную мю. Теперь, значит, существует такое дельта в 0,1, что эта матрица больше либо равна, чем дельта умножить на, ну, вот эта исходная матрица, чем дельта на это. То есть, для всех элементов. Ну, то есть, в смысле матриц, это означает, что П больше либо равно дельта умножить на n. Но это, разумеется, из-за того, что у П все элементы положительные. Вот, теперь берем выпуклую комбинацию этих матриц, значит, вот такую. Значит, давайте я ее напишу, выпишу эту комбинацию, чтобы было видно, ну, чтобы некоторое время она тут повисела. Значит, берем число лямбда, значит, это число тоже между нулем и единицей строго. И берем, ну, да, да, и тогда, значит, можно записать исходную матрицу П в виде Ку. Значит, где Ку, ну, это тоже матрица, значит, у нее тоже неотрицательные элементы. И у нее тоже по, значит, сумма по Ж тоже единица. Ну, то есть, она вот похожа по своим свойствам на П. Ну, вот, собственно, вот это основной финт в этом доказательстве. Значит, и дальше происходит следующее. Значит, дальше происходит следующее. Значит, проверяем. Я не буду это проверять. Это непосредственное, значит... Ну, нет, ну, даже частично проверим. Значит, оказывается... Значит, вот что. Значит, если ее возвести в степень, так, то происходит вот такая вот странная вещь. Значит, вот давайте, значит, давайте, ну, давайте это все-таки проверим. Значит, ну, вот, значит, в самом деле. М квадрат есть М. Ну, это вычислением проверяется. И МП есть ПМ и тоже М. Значит, значит, это проверка. Значит, прямая проверка. Значит, умножением матриц. И тогда, значит, смотрите, что получается. Значит, из этого получается, что Q на М, значит, это тоже М. Так, значит, теперь считаем, что звездочка верна для N. Ну, звездочка это вот это. Так, значит, звездочка верна для N. И смотрим, что будет для N плюс 1. Значит, для N плюс 1 будет следующее. N плюс 1, значит, есть единица минус, ну, вот этот индуктивный шаг используется. Так, значит, здесь с использованием вот этих вот соотношений получаем, значит, вот такой ответ. Значит, АП заменяем на то, что было при единице. Ну, и, значит, это преобразуется к виду как раз к такому, который шаг индукции завершает. Значит, таким образом, значит, вывод, значит, звездочка верна для всех N. Значит, теперь, теперь с помощью этой звездочки доказываем, то есть, видите, значит, это пока такие заготовки. И сейчас с помощью этой звездочки, значит, очень просто получается сходимость. Значит, сходимость получается так. Значит, теперь с учетом того, что π0m минус μm равняется нулю, ну, ну, это из-за того, что обе штуки равны μ. Ну, давайте я напишу. Значит, обе штуки равны μ, значит, получается 0. Значит, имеем окончательную формулу для разности. Значит, смотрите, значит, нас интересовала вот эта вот штука. Значит, мы хотим, вот мы хотим, чтобы это стремилось к нулю. И мы это вот так преобразуем. Значит, μ равно, значит, этой своей степени. А, значит, здесь, значит, смотрите, что получается. Здесь получается π0 минус μ на π степени N. Так. Но теперь звездочка. Значит, теперь, значит, по звездочке, значит, π0 минус μ на эту звездочку, просто честно подставляем. И получается вот такое вот выражение. Так. Значит, вот такое вот выражение. А в этом, значит, π0 минус μ, когда m применим, вот тут 0 получается. И поэтому получается вот что. Получается, λ в степени N выносится. Так. Остается только вот это слагаемое. И будет π0 минус μ на q в степени N. Вот, видите? Значит, значит, такая вот действительно поистине олимпиадная такая, значит, выколотка. А, и что же, каков же итог? Значит, итог, итог получается вот какой. Ну, если взять просто по вариации, тут даже выгоднее по вариации брать, то получается, что π0, значит, π0, значит, πn минус μ по вариации оценивается через вариацию вот этой меры. Значит, это λ в степени N, значит, а λ в степени N, это число меньше, ну, λ у нас меньше единицы. Так, значит, здесь будет π0 минус μ, примененная, значит, и к этому применяется q, что я к нему. Но q не увеличивает, q это вот такая матрица, похожая на p, типа матрицы переходов. Она не увеличивает норму меры, и поэтому это оценивается через вот это. Ну, а это, это вариация, значит, расстояние между двумя вероятностными мерами оценивается вот так. То есть получается, что скорость сходимости, вот степенная такая, как λ в степени N, значит, таким образом, таким образом доказано утверждение о сходимости, но из этого следует, что μ единственное, потому что если ν есть π от ν, то мы тогда получаем, что ν равное π от ν, стремится к μ, вот к этой. Так, ну, отсюда следует, что ν равняется μ. Вот, значит, а? Ну, это вариация. Ну, это полная вариация этой меры. Ну, то есть нужно у этой меры на точках значения какие-то, ну, какие-то числа, где-то положительные, где-то отрицательные. Их нужно с модулями сложить. Вот, давайте это я выпишу. Вариация, вариация меры, ну, у нас мера, не бог весть какая, просто разность двух вероятностных, это сумма значений, сумма модулей. если бы была одна мера вероятностной, то это была бы просто единица, но тут разность двух вероятностных, и поэтому получится не единица, ну, получится, ну, получится нечто, ну, может быть, ноль, но самое большее, что может получиться, это 2. Вот, а значит, теперь, ну, теперь понятно еще, что последний, значит, последний штрих, значит, последний штрих, это то, что у нас мю от х и т положительный, так? Ну, это понятно, почему? Это понятно, почему? Значит, это из-за того, что вот эти, по нашему предположению, положительные, так? Ну, а в общем случае, надо начинать с номера N1, когда они станут положительными. И поэтому, когда вы применяете, когда вы применяете это к чему угодно, так, то получается, что вот у этих, ну, что вот эти будут положительные. Ну, а это и есть, из-за инвариантности это и есть сами. Значит, вот матрица с положительными, со всеми положительными вхождениями из чего угодно делает положительное, ну, из вероятностного, я имею в виду, из чего угодно, она делает положительные сразу, сразу на первом ходу. Вот, теперь, значит, замечание. Значит, замечание. Значит, условие, значит, условие вот это вот. необходимо для заключения теоремы. Значит, ну, почему так? Так, значит, так, кстати, тут действительно заменили эту самую, значит, щетку, и можно, значит, воспользоваться этим. значит, Почему это необходимо? Действительно, пусть все ПН имеют нулевой элемент. Ну, у каждой степени свой нулевой элемент, конечно. Но тогда существует пара И0, Ж0, такая, что для бесконечной последовательности НК значит, ПНК, ну вот этот элемент, И0, Ж0 равен нулю. Значит, у некой бесконечной последовательности степеней один и тот же нулевой элемент. Так, ну тогда, значит, берем Пи, которая равна нулю на всех Х0, так, значит, где И не равна нулю, так, и Пи от Х, ну, а на месте И0 единица. Такая, видите, значит, то есть мы, ну, так сказать, с вероятностной точки зрения выходим, ну, выходим из точки И0. Так, и тогда, значит, тогда мы получаем, что Пи от П, значит, НК от Х, Ж0 будет 0. Ну, это смысл простой. Значит, это значит, что мы не будем попадать, ну, вероятности перехода из И0 в Ж0 равны нулю, значит, мы не будем попадать, ну, вот за такое число шагов не будем попадать. Ну, это значит, будет 0. Но тогда получается, что нет сходимости к μου, значит, вот к этому положительному. Значит, у них все 0, значит, положительный, но предел, значит, тоже будет 0 по последовательности. А у нас у всей последовательности предел положительный. Так что, вот это получается критерий того, что вот такая сходимость. Ну, вот эта теорема называется эргодической теоремой, она оказывается полезной и нетривиальной даже для конечных марковских цепей, ну, а еще более она полезна для бесконечных марковских цепей и для общих марковских процессов. Так что, это, в общем, целая такая область появляется под таким названием, значит, эргодическая теория марковских процессов. Но, вот, значит, как видно, для цепей можно совсем элементарно это сделать, видите, просто такое вот, такими шинтами с матрицами. Ну, а, значит, ну, в более, в общем, тысячи, конечно, наука сложнее, ну, и вот, оказывается, для многих приложений полезное. Так, теперь, значит, значит, это, так сказать, общая наука на этом кончается, и, значит, остается разобрать две совершенно конкретных задачи, связанных, ну, вот, с такими, такого рода, значит, процессами. Значит, значит, сейчас мы, вот, ну, сегодня и следующий раз, две совершенно конкретные задачи разберем. Значит, эти задачи, не каждая из них, это, ну, содержание вопроса. Там у нас вот в списке вопросов, там, по-моему, штук 20 вопросов. Ну, и вот, значит, сейчас мы один, значит, один вопрос, значит, ну, всего, ну, посмотрим, с какой скоростью будем разберем. Значит, значит, процессы, значит, ветвящиеся процессы Гальтона-Ватсона. Значит, значит, эта задача произошла вот из каких рассмотрений. Значит, Гальтон, значит, Гальтон, это был такой очень известный естественный испытатель британский, конца 19 века и начала 20-го, который, ну, чем он только не занимался. Ну, ну, такое хобби у него было всюду применять статистику. Он занимался применением статистики в биологии, в социальной жизни. Ну, он много чего делал. Он, например, был одним из теоретиков применения, ну, там, использования отпечатков пальцев для разных вопросов. Занимался всякими такими статистическими вопросами, связанными с генетикой, там, ну, в общем, чем он только не занимался. Значит, ну, был родственником Дарвина и, значит, так сказать, социально, как говорили, социальным дарвинистом. Значит, ну, во многих, значит, областях там внес вклад. Ну, и вот, в частности, в теории вероятности он участвовал, значит, в обсуждении такого вопроса, который поднял, все-таки, кажется, не он, а Ватсон. А Ватсон, значит, Ватсон, это Уотсон, на самом деле, конечно, наш хороший знакомый Уотсон, но это не доктор, значит, Уотсон, а, ну, его, так сказать, однофамилец. А, значит, это был англиканский священник, который тоже интересовался статистикой, ну, там, так сказать, в экономических всяких, эконометрике, там, в социальных вопросах. Ну, и вот они таким вопросом озаботились. Ну, как известно, в Британии там большую, большую важность придают там всяким, значит, так сказать, происхождением. И вот, значит, есть у них там всякие, значит, древние фамилии, так, но эти, ну, там есть у них фамилии, которые восходят к каким-то очень их давним, там, королям. Ну, и, значит, вот вопрос, значит, как эти фамилии, значит, вырождаются, как они существуют. Ну, ну, и вот, так сказать, давно, конечно, замечено, что эти фамилии, значит, как-то постепенно вырождаются, в особенности, если они очень, значит, держатся за всякие такие вот, ну, так сказать, сословные ограничения. Ну, ну, если меньше держатся, то как-то и фамилия дольше держатся, а если строк держатся, то довольно быстро вырождаются. Вот, и, значит, вот они заинтересовались вопросом, ну, как говорится, каковы вероятности вырождения, и исходная постановка задачи такая. Значит, ну, уже можно отрешиться от аристократов, значит, и считать, что, ну, есть там какие-то, так сказать, там, ну, не знаю, бактерии или частицы, там, ну, кто угодно, какие-то сущности. И сначала была одна, а потом, значит, с ней происходит следующее, значит, у каждого, значит, частицы все одинаковые. Значит, у них, значит, время жизни очень маленькое, единица. Ну, единица, можно, конечно, считать, что это некие периоды там какие-то, так, это уж не совсем такие, не секунды, не обязательно секунды, это какие-то, ну, какая-то единица измерения. И вот в конце жизни, значит, эта частица производит, значит, сколько-то, ну, М, там, М потомков, так, с вероятностью ПМ. Ну, может случиться 0 потомков, может случиться 1 потомок, значит, там, 2 потомка. Ну, понятно, что в практических ситуациях эти числа ПМ, они должны быть, ну, видимо, как-то сгруппированы вблизи не очень больших значений, но теоретически, ну, какое угодно, вот, у этих, значит, вероятности ПМ, ну, какие угодно вероятности в сумме дают единицу, они не отрицательны, так. Значит, дальше, дальше, ну, вот появилось, ну, если 0 потомков, то все, вот это, значит, произошло вырождение фамилии, так. Но, значит, если не 0, а хотя бы 1, то с ним то же самое делается. Если 2, то они независимо друг от друга то же самое делают, так. Ну, и вот вопрос, какова вероятность того, что в N поколении, ну, 0 потомков. Вот, вот они такой задачей занялись. И если вы посмотрите на статью, значит, по этому вопросу, то она на самом деле довольно устроена странно. Это, значит, Ватсон затеял, ну, вот этот Ватсон, значит, затеял некую дискуссию, а, значит, Гальтен к ней присоединился, и, ну, и в итоге у них получилось, это вот не то, что не по современным таким понятиям, что вот они вместе над какой-то статьей там, ну, работали там по имейлу, писали друг другу проекты, и потом что-то получилось. А это они поучаствовали, ну, в некой дискуссии, и эта дискуссия вот на страницах журнала была опубликована. Ну, вот они там, значит, сделали, значит, некие выводы, и это вот стало одним из таких классических образцов вот вероятностных рассуждений вот в этих вопросах. Ну, и, значит, еще марковских цепей нет, так что это еще такой предвестник марковской цепи, но такой предвестник, ну, довольно характерный. И, значит, вот сейчас мы обсуждаем, значит, процесс, значит, Гальтона-Ватсона. Это однородная цепь Маркова. Значит, однородная цепь Маркова, но с бесконечным вообще, потенциально с бесконечным числом частиц. Конечно, в практических ситуациях можно было бы ограничиться конечным числом частиц, потому что, ну, вот там известно, что у некоторых английских королей было какое-то дикое количество, значит, потомков, но это просто потому, что они там русский джон меняли. Но даже при этом, понятно, что у них даже там самые рекордсмены вряд ли там, ну, больше ста имели. Поэтому, так, конечно, практически можно было бы считать, что это там до ста все это, так? Но вот по традиции считается, почему-то так не делают, считается, что, ну, какие-то там выдающиеся, значит, английские короли, что им там, так сказать, море по колено и сколько угодно у них, может быть, потомков. Значит, и, значит, с начальным распределением, значит, начальным распределением Пи-0 и, значит, переходными вероятностями, вот я их здесь напишу, чтобы какое-то время они были, значит, и переходными вероятностями вот такого вот специфического вида. Значит, это вероятность того, что Zn плюс 1 равно G при условии, что Zn равно G, и это равно, вот чему такое странное выражение, такая свертка, значит, такая свертка, как бы, значит, где, где вот, значит, еще такие предположения, значит, К больше нуля, значит, вот это 0, значит, если G больше нуля, значит, P00 равняется единице, и самое главное, вот эта вот штука, вот это вот такая типа свертки, это вот кто такой, это сумма Pg1 умножить на Pgk по, значит, всем индексам, которые в сумме дают G, так, а P0, P1, P2 и так далее заданное распределение на этих целочисленных вот этой, значит, решетки, ну, у нас одномерная решетка. Вот, теперь, значит, дальше предполагается, что еще более, ну, еще более специфическая ситуация, значит, далее P0 от единицы единица, ну, то есть, P0 от K 0, если K больше единиц, ну, то есть, это означает, что, ну, вот это и есть, то, что вначале был, значит, ну, вначале был один, так сказать, там, король, там, или, значит, какой-то, там, иной представитель этого знатного рода, ну, а дальше вот с него все началось. Они, кстати, очень любят до сих пор такие длинные проводить цепочки и там связывать себя, ну, в общем, кто во что гораздо, каким-нибудь, там, Генрихом, там, или Карлом каким-то, в общем. Значит, значит, теперь можно сделать следующее. Значит, если, значит, значит, можно считать, что, значит, G, вот это, значит, K, это есть вероятность, вероятность, ну, вот что за странное число, я просто хочу объяснить. Это вероятность того, что сумма равна G, где вот эти, ну, ксииты и независимые. Независимые случайные величины, ну, вот с этим распределением, вот таким вот, что вероятность того, что равно M, есть PN. Вот, теперь, значит, да, да, кто такой, ну, кто такой ZN? Да, 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 еще я не написал, кто такой ZN. Значит, ZN, ZN число частиц в N-ном поколении. Ну, и, значит, дальше, дальше это все, значит, приводится вот к такому виду. Значит, ну, теперь мы начинаем, так сказать, чисто технически решать эту задачу, и уже там ни про какие, значит, частицы не говорим, а, значит, записываем это, значит, так. Значит, ZN, ZN это сумма от, пока от единицы до ZN-1, значит, кси КН, так, значит, здесь N больше либо равно единице, Z0 равняется единице. Вот, а, значит, кси КН, значит, ну, где КН больше либо равно, значит, единице, это независимые, независимые в совокупности, значит, случайные величины. Значит, случайные величины с распределением, ну, вот, вот в этом, вот в этом, вот, этим вот общим распределением кси. Ну, и нас, значит, что интересует, значит, вероятность вырождения, значит, это, вот кто, значит, это КУ, есть вероятность того, что существует, значит, существует N, существует N, такое, что ZN равняется нулю. Вот, теперь, это можно это можно так записать очевидным образом, значит, кто такой, значит, кто такой этот КУ? А, значит, чтобы можно убрать квантер существования, так, и посмотреть, какова вероятность того, что КУН это вероятность того, что именно ZN равняется нулю. Так, так вот, понятно, что эти числа, они вырастают КУ. Поэтому интересующий нас, значит, ответ, это достаточно вот эти найти, и, ну, найти их предел. Но мы сейчас увидим, что довольно трудно находить, вот, вот эти вероятности находить очень трудно. Значит, есть примеры, когда они находятся, но это довольно трудное дело. И окажется, что, значит, итог такой, что мы сейчас не будем, на самом деле, даже ни в каких случаях, когда это можно было бы делать, мы не будем их находить, а мы вместо этого поймем, даже, 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 вообще-то, честно сказать, мы даже и не вполне КУ найдем, а мы просто сейчас, значит, дальнейшее это упражнение уже, можно сказать, вероятности нет, это упражнение по матанализу. И мы просто увидим, что интересующее нас число КУ, это корень некого уравнения. А уж как решать это уравнение, ну, это уже отдельный вопрос, это мы не будем этим заниматься. значит, ну, то есть, вот можно считать, что, вот, значит, по крайней мере, сегодня уже никакой вероятности нет, так, а вот, ну, сугубо матанализ. То есть, вот можно, значит, вспомнить, что-то такое, так сказать, из самого такого базового, ну, в общем, из молодости, из первого семестра. А, значит, теперь, значит, 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 так, вот мне все время хочется не отходить от обозначений, потому что обозначения тут нельзя сказать, что стандартные всюду, я вот некий избрал, давайте, чтобы не было путаницы, оставлю на доске такие же, как в конспекте. А, значит, следующий, значит, аппарат, значит, вот это делается тоже не совсем, хоть я и говорю, матан первого семестра, но к задачам первого семестра еще надо прийти. Значит, и, значит, аппарат, это производящие, производящие функции. Это такой родственник, значит, ну, вот я напомню, фурье, значит, фурье случайной величины, это мат ожидания вот такой вот штуки, так, а это нечто похожее, но что, ну, выгодно делать для целочисленных, значит, определение. Для случайной величины кси в, значит, в z, ну, с целочисленными зерканиями, производящая функция, значит, функция задается вот, значит, так. Это мат ожидания z, значит, в степени кси. Ну, то есть, что это такое? Это сумма по целым неотрицательным k, значит, z в степени k на вероятность того, что кси равняется k. И кто такой z? z это комплексное число, но по модулю меньше либо равно единице. Значит, понятно, что этот ряд сходится абсолютно в открытом круге, в z, так. и получается, что, значит, фи, значит, ну, вот эта функция, она, значит, голоморфенна в открытом круге. Значит, вот на границе она, ну, какая-то функция, конечно, конечно, у нее может быть область голоморфности больше, чем единичный круг. Ну, вот я почему привязался к единичному кругу? С единичным кругом уж точно все окей, потому что это по модулю оценивается единица, а ряд из этих сходится, так. Но, если ряд, ну, если эти вероятности довольно хорошо убывают к нулю, то, естественно, это может расшириться, ну, вплоть до целой функции. А если их, этих вероятностей, вообще конечное число, ну, вот, допустим, ограничили этих королей ста потомками, так, то, ну, многочлен получится, так. Вот, теперь, значит, смотрите, значит, зачем нам появилась, значит, зачем нам, ну, зачем у нас появилась эта функция? Ну, я сразу скажу, ответ, к которому мы придем, оказывается, что интересующая нас вероятность Q, это наименьший корень в отрезке вот такого вот уравнения. Так. Вот, 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 вот к чему, так сказать, у нас сейчас придет анализ. Так, то есть основное достижение будет такое, что ввели эту функцию, и, значит, у нее есть наименьший корень в отрезке 0,1, и вот он и есть то, что нас интересует. Ну, а уж как найти этот наименьший корень? Ну, это уже отдельное искусство, поэтому мы не будем обсуждать, кроме одного очень простого модельного примера. Значит, и так, а? Нет, нет, наименьший корень в отрезке 0,1. Корень в отрезке 0,1. Поэтому это будет, конечно же, вещественное число. А у этого уравнения могут быть еще какие-то комплексные корни. Но про корни, про корни это отдельная история. Давайте сейчас займемся вот этим вопросом. Причем тут корни? Значит, это вот на самом деле откуда проистекает. Значит, это вот откуда. Да, я еще забыл сказать, что если вместо Z, вот представьте, значит, у нас тут Z стоит, но представьте себе, что мы вместо Z подставили E в степени и T, так, то есть, стали смотреть на единичной окружности производящую функцию, то вот это как раз по параметру угла поворота окружности, это и будет преобразование Фурье. Значит, преобразование Фурье, оно на границе, так, кругосходимости, и поэтому ничего хорошего не скажешь. ну, вообще говоря, оно может быть совершенно неаналитично, оно даже может быть не дифференцируемо, там, преобразование Фурье и так далее, ну, непрорывно и непрорывно. Вот, но это из-за того, что это потенциально происходит на границе кругосходимости. А вот эта штука, значит, ПАЗЭТ, она внутрианалитична. значит, первая, значит, первая, ну, можно сказать, основная лемма, а, да, еще важно, значит, важно, вот тут я говорил матанализ, но тут все-таки чуть-чуть, это в качестве упражнения проверьте, это так же, как Фурье делается. Если КСИ-1 и КСИ-2 независимы, то характеристический функционал значит, от суммы распадается в произведение. Ну, доказательство такое же, как для Фурье, ну, и, в общем, использует независимость. Ну, вот это, пожалуй, единственное место, где вот не чистый матанализ, а какая-то вероятность. Ну, впрочем, Калмагоров, вот которому позавчера исполнилось, вернее, позавчера исполнилось 120 лет, говорил, что чем отличается теория вероятности от теории меры. Ну, теория вероятностей, меры вероятностные, а и еще там есть понятие независимости. Вот, так что, вот, значит, здесь оно у нас тоже полезно. А, значит, теперь давайте заметим, что, значит, в единице это равно единице, так, а, значит, производная в единице есть мат ожидания кси, если мат ожидания существует. Ну, это просто непосредственно проверка показывает. Вот, теперь, теперь лемма. Ну, вот эта лемма, она на самом деле и есть, так сказать, объяснение ответа. Лемма вот какая. Фи от ZN, значит, от Z есть фи от ZN минус 1 от фи кси от Z. Вот, значит, в частности, значит, в частности, из этого, значит, смотрите, что получается из этого. Так, сейчас я только еще немножко доску лукрую. ткси от ткси от земли, еще немножко ткси от Так, вот здесь, кажется, послушаем. Значит, в частности, получается вот что. Фи, Зет, Н, Зет. Это вот что такое. Это Фи от Кси. Подставили Фи от Кси. Ну и так далее, и так далее. Вот так. И здесь вот, значит, Н раз. Так, то есть, видите, значит, производящая функция от интересующей нас суммы есть композиция Н раз. Вот нужно, значит, подставлять, значит, Н раз. Ну, из этого так уже более-менее так становится понятно, причем тут неподвижные точки. Так, значит, это первое, значит, это первое. И, а из этого, а из этого, смотрите, что следует. Из этого следует следующее, что нам тоже понадобится. Значит, вот, вот что. Из этого следует вот то, а из того следует вот это. Ну и надо это все доказать, конечно, теперь. Значит, доказательства. Значит, доказательства. Ну вот, ну а теперь вот дальше, собственно, идет вот такой вот анализ. Значит, смотрите, значит, первое, значит, что мы замечаем. Значит, мы замечаем, что вот это можно подставлять... Значит, пока мы находимся в круге, так, то можно подставлять, брать композиции. Значит, эта штука определена на круге, но когда мы находимся в круге, она по модулю оценивается единицей. Так, поэтому вот эти итерации можно, значит, на всем круге производить. Вот, теперь, значит, давайте заметим, что, значит, условная вероятность вот этого при условии, что вот это равно m, это можно записать так. Значит, это можно записать так. Значит, это можно, значит, взять сумму, значит, по k от меньше, значит, либо равно zn минус 1, так, вот этих вот, значит, 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 так, при условии, что zn минус 1 равно m, так, а это, это есть вот какая, значит, ну вот какое условное ожидание, z, уже по k меньше, либо равно m, значит, вот этих. Так, вот, но тут вот опять, значит, тут опять, значит, из-за независимости, получается, что это есть, значит, z, значит, вот в такой вот страшной степени, так, сейчас, сейчас, значит, это, так, это я написал, сейчас, а, нет, здесь будет, здесь уже будет вот так, значит, а, видите, значит, из-за независимости можно снять условия, так, значит, вот из-за независимости, это условное мат ожидания становится обычным мат ожиданиям, вот, а это, значит, смотрите, что это такое, это фи кси, значит, от z, в степени m, так, значит, вот мы вычислили, значит, условную вероятность, так, а теперь, значит, ну, вернее, условное мат ожидания мы вычислили, так, вот, теперь смотрите, значит, значит, что получается, значит, из этого, значит, что получается, значит, из этого получается, что условное среднее z в степени zn при вот этой вот, ну, относительно сигналгебры, порожденной предыдущим, это есть, ну, вот, значит, то, что, значит, мы, так сказать, и ожидали, вот, а тогда, тогда окончательный ответ, ну, вот эта, значит, вот эта штука, значит, то, что тут в утверждении, значит, выписано, это будет, значит, это будет, значит, это будет, вот что, значит, это, как там полагается по определению, значит, вот это, значит, это можно записать, как среднее от условного среднего, ну, и это будет, ну, значит, то, что мы и хотели получить, значит, это первая техническая лемма, ну, вот, в ней тоже, значит, помимо, значит, выкладок, ну, вот используется, значит, смотрите, что тут из-за вероятности используется, тут используется независимость, так, значит, и, значит, она используется дважды для вычисления, там, значит, мат ожидания, значит, и для того, чтобы сбросить одно условное мать ожидания вот она значит это независимость два раза используется вот теперь а значит теперь ну собственно так сказать второй шаг значит вот это вот в техническом отношении это основной шаг ну поскольку поскольку тут нек некая все-таки техническая возня присутствует то что мы сейчас обсуждаем это разбито на два билета в конце два билета и вот еще одна лимма ну это лимма уже простая лимма значит q корень уравнения вот это но это еще не все то что нам нужно потому что у этого уравнения может быть не один корень так а ну и в частности вот как мы видели единица является корнем этого уравнения поэтому как q вообще говоря отличить от единицы ну вот так сказать как я уже говорил на практике у нас что этих значит знатных фамилий у них ты как раз q единица то есть они выраждаются вероятно что единица но нас все-таки интересуют не практические ситуация теоретические вот там для каких для каких-то фамилий они все-таки долго держатся и значит вот когда q не единица если бы всегда была единица но это было бы не очень интересно конечно но в том-то и значит и дело что вообще-то заранее вот скажу вывод получается такой вероятность вырождения высокая но она все-таки не у всех у них там по единице так и вот мы с вами сейчас разберемся когда она меньше единицы значит 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 давайте так значит обозначить так я в обозначениях вроде бы значит не прорвался не про пока что значит пока следую конспекту доказательства значит смотрите значит q n это вероятность того что z n равняется нулю так значит это фи z n от нуля значит это по определению наш поле не вот по этой по 1 лиме это фи под вот от чего и вот z n минус 1 и значит это фикси от q n минус 1 значит вот получается такое видите получается такое рекуррентное соотношение оно нам дальше тоже будет полезно а потому что вообще-то на ну так сказать как бы интересные вот эти числа q n чему равны только другой вопрос что их мы их не можем найти но интересно что они удовлетворяют вот такому видите довольно так сказать простому аналитически значит соотношению значит смотрите q n и идут а вот эти идут значит фи от q ну и отсюда следует значит отсюда следует что q равняется фи кси от q то есть лима в общем простая можно сказать что это лима есть следствие предыдущей то есть вот ну она хоть и лима но технически она гораздо проще основной 1 а вот ну и теперь значит теперь а нам осталось значит ну нам остался что значит остался анализ анализ корней так значит вот организационных билетах это выглядит так а вот это то что мы сейчас обсудили это вот относится к ну собственно модель вот это гальтона ватсона вот а следующее это отдельный вопрос это исследование какой корень так значит значит какой корень значит какой корень вот этого взять вот значит значит один у нас точно есть один корень точно есть так а значит есть ли есть ли еще на отрезке 0 1 значит обратите внимание еще в диске но в комплексном диске могут быть какие-то корни но 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 нас то интересует вероятность так поэтому это вероятность это никакой угодно корень в диске а это корень из отрезка так ну и спрашивается могут ли я быть ну ну и вот ответ могут быть так иначе было бы неинтересно рассматривать задачу такую а значит нас теорема ну вот сейчас мы ее попытаемся доказать если не успеем то в следующий раз докажем значит пусть 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 вероятность того что равняется единица меньше меньше единицы так а значит ну значит смотрите что что мы исключаем значит какой такой случай у нас исключен значит у нас исключен случай когда ну такой в общем не очень интересный случай когда с вероятностью единицы каждый раз появляются частицы ну вот ну она и будет так сказать вот этот случай у нас исключен значит если а значит существует а значит среднее а ну давайте давайте я его как-то обозначу это среднее среднее значит если существует среднее m меньше либо равно единице так то а значит а значит q равно единице и это единственный корень на 0 1 так ну смысл смысл понятный а значит мы ну такой так сказать ну по житейски понятно что если в среднем а число потомков один или меньше больше то но при этом не всегда что не всегда что железно один то то значит стопроцентно происходит освобождение так но если значит если а значит вот это больше единицы или или бесконечность так но это мы включаем что она больше единиц вообще-то когда мы пишем от ожидания то мы подразумеваем что конечно но здесь удобнее разрешить бесконечное так то то а а а к к есть наименьший а наименьший положительный 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 корень он положительно всегда давайте я лучше слово положительный уберу а давайте напишу так наименьший корень корень в 0,1 так значит наименьший корень в 0,1 а и он тоже есть значит наименьший корень значит и значит такой корень z 0 а единственный ну единственный в 0,1 вот то есть ситуация оказывается такая а значит ну вот я значит картинку нарисую значит значит что оказывается с этим значит картинка получается ну получаются две картинки а значит вот значит вот эта функция значит z так ну мы сейчас это рассматриваем на 0,1 поэтому такой это z не то страшное которое в комплоне так значит значит и картинка получается вот такая ну одну из двух получается получается что либо вот так значит фи ведет себя либо а либо фи ведет себя вот так значит и вот это z 0 вот вот получается что возможен один из двух вариантов ну и сейчас мы сейчас мы это ну вот дальше начинается некий мат анализ уже без всякой вероятности который значит это подтверждает так и значит ну еще несколько минут есть в общем сейчас мы начнем если не кончим то в следующий раз уж точно закончим потому что там мало что останется а ну и вот еще на следующий раз вот это еще от еще одна конкретная задача а значит тоже так сказать о разорении но на этот раз значит страховой компании а не игрока а значит смотрите значит первое что очень важно значит доказательства продифференцировать значит мы в референцируем значит ее очень легко дифференцировать значит смотрите что получится она была z в степени k там на что-то так а значит мы это значит дифференцируем так и получается 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 вот такой ответ так сейчас наверное нужно чем-то сухим вытереть значит значит это первое производное значит это первое производное значит это первое производное теперь дифференцируем второй раз Так, значит, и что же здесь получается? Здесь получается k на k-1 на z степени k-2, ну и вот на этот же множитель. Так, значит, здесь k начинается с 2. Так, ну и что же мы видим? Значит, что же мы видим? Значит, что мы видим при z из отрезка? Мы видим, что, во-первых, функция возрастающая. Так. И у нее производная вторая, неотрицательная к тому же. Так. Это значит, что φ выпукла. Вот это уже, ну, можно сказать, полдела. Ну, это даже, в общем, я бы сказал, больше, чем полдела. Потому что, когда, ну, что может быть, вот, смотрите, значит, функция выпукла у нас, так? Значит, у нас получилось, что на отрезке возрастающая выпуклая функция, так? А у нее право, в правом конце она совпадает с этой, так? Ну, ну, а в левом конце у нее что-то, так? Значит, в левом конце у нее что-то неотрицательное. Ну, какие могут быть варианты? Ну, эта функция может быть, ну, она может, конечно, совпасть с этой, так? И у нее будут, ну, нули у нее все будут. Но, давайте заметим, что φ2 штриха строго больше нуля, если не все, не все вот эти нулевые. Так, ну, а когда, ну, то есть, когда она не строго выпуклая? Ну, это, значит, когда они все нулевые, и это значит, что функция принимает только два, ну, реально она принимает два значения, 0 и 1. Ну, это простой случай, значит, этот случай мы не будем анализировать. Значит, значит, ну, с ним все ясно, тогда смотрите, что. Ну, вот давайте в двух словах, значит, значит, вот, вот, если только тут два члена, так? Значит, она с какой-то вероятностью, значит, 0, так? Значит, и с какой-то вероятностью 1. Причем мы предположили, что 1, она не с вероятностью 1. Так, значит, получается, ну, в общем, получается очень простой анализ. Сейчас, если она 0, если она 0 с вероятностью, значит, единица, может она быть 0 с вероятностью 1? Ну, может быть, но тогда понятно, что сразу на этом, ну, уже на следующем шаге процесс заканчивается, и получается единица, так? Ну, еще, значит, второй вариант, это когда она, ну, с какой-то вероятностью, значит, меньше единицы 0 и с какой-то вероятностью меньше единицы 1. Ну, это тоже, в общем, очень простой случай, он легко анализируется, и тоже получается, что есть вырождение. Вот, и поэтому дальше считаем, что вот этот случай, так? Что она строго выпуклая. Но теперь, значит, ну, вот, собственно, давайте, чтобы этот конец не комкать, давайте я на этом сейчас остановлюсь, а в следующий раз я просто вернусь, вот, значит, вот к этим картинкам, так? Ну, и вот, значит, к тому, что она строго выпуклая, и нам нужно будет понять, почему, вот, ну, вот, почему эти два случая, так? Ну, так, в общем, как бы, если к картинкам апеллировать, то уже и так ясно, что они, но, ну, вот, ну, еще все-таки, там, за одну минуту формально не объяснишь, почему так, вот, поэтому, значит, нужно еще минут пять, вот, в следующий раз я с этого, ну, с этого места продолжу, и, значит, разберем, ну, ну, не совсем аналогичную, но тоже такого вот аналитического характера задачу, которая тоже начинается с вероятности, так? Там тоже будет некое вырождение, но только на этот раз разорение, так? И тоже будет некий матанализ, который, ну, вот, так сказать, на простой вероятности появляется, так? Вот, значит, я на днях пришлю окончательный конспект, потому что я вот, ну, так сказать, конспект пишу заранее, вот сейчас даже он у меня есть, но всегда, когда начинаешь у доски рассказывать, видишь, что там в конспекте что-то криво написано, какие-то там даже ляпы в формулах, значит, это вот я сейчас исправлю, и, значит, на днях вышлю конспект, значит, в конспекте будет 50 страниц, так? Значит, вот 20 вопросов, ну, и в среднем, значит, вот вопрос это там 2 страницы, так? Ну, 2,5 страницы, ну, некоторые вопросы подлиннее, но в конспекте есть, конечно, кое-что лишнее по сравнению с билетами, так? Это не такое не техническое, просто, так сказать, изложение билетов. Ну, там задачи есть, какие-то замечания есть, которые, в общем, необязательны, так сказать, для билетов. Поэтому реально, если смотреть реально, то получается так, что каждый, значит, вопрос из 20, ну, он в среднем действительно вот двумя страницами покрывается. Некоторые вопросы, ну, одной страницы, некоторые там больше, чем двумя, но в среднем две. Значит, программу я тоже немножко уточню, потому что, если посмотреть, ну, вот ту начально присланную, то там есть кое-какие пункты, которых не было, так, в лекциях, но их и не будет, они будут исключены, так? Ну, например, там был пункт про строгую марковость, но я решил его убрать, потому что уже обычная марковость, не очень банальная вещь, и тут еще строгая марковость, я решил, что не стоит ее включать. Но зато там кое-какие мелочи, там, ну, чуть-чуть подробнее. В общем, в итоге 20 вопросов, оно и останется 20 вопросов, но порядок слегка изменится, он будет соответствовать тому, который в конспектах. Так, все, значит, тогда на этом приостановимся. Продолжение следует...